Атава-Ихсан представляет Краткие сведения и сказания о пророке Мусе, алей-иссалям. Краткое сказание о Мусе, алей-иссалям, и Хидре, алей-иссалям. Однажды пророк Мусе, алей-иссалям, читал проповедь народу Израилеву. Восхваляя Аллаха, он рассказывал обо всех милостях и благодати, которыми Творец наделил его, и люди были восхищены теми благами, которыми его одарил Аллах. И вдруг один из слушателей спросил, кто более знающий из людей, на что Мусе, алей-иссалям, ответил, «Я». Всевышнему не понравилось сего «Я», и как бы упрекая пророка за это, он сказал, «Есть у меня один раб, которого я одарил знаниями беспосредников. Он более знающий, чем ты». Пророк начал умолять Всевышнего помочь ему встретиться с тем рабом. В ответ милостивый открыл ему местонахождение Хидра, алей-иссалям. Следуя по велению Аллаха, Муса, алей-иссалям, вместе с пророком Юше, алей-иссалям, отправился на поиски Хидра, алей-иссалям, взяв с собой в дорогу хлеб и соленую рыбу. Так они дошли до места у реки Нахару-Зайт, где был родник Айн-Аль-Хайят, вода которого может оживить мертвого. Рядом с этим родником находилась скала, знак встречи с Хидром, алей-иссалям. Здесь они остановились отдохнуть. По могуществу Аллаха соленая рыба ожила под воздействием Айн-Аль-Хайят и выпрыгнула из рук Юша, алей-иссалям, в воду. А Муса, алей-иссалям, отвлекшись, не заметил этого чуда. Они продолжили путь, а через некоторое время снова решили присесть и передохнуть. Муса, алей-иссалям, сказал Юше, алей-иссалям, «Это путешествие сильно утомило нас. Достань рыбу, подкрепимся». Юша рассказал спутнику о том, что произошло с рыбой. А Всевышний Аллах прежде говорил Муссе, алей-иссалям, «Вы встретитесь с Хидром, алей-иссалям, на том месте, где рыба оживет. Это и есть нужное нам место», сказал Муса, алей-иссалям, и они вернулись к роднику. Муса, алей-иссалям, увидел Хидра, алей-иссалям, совершающего намаз на острове. Он, алей-иссалям, сказал Юше, алей-иссалям, «Ты теперь возвращайся к Харону». Отправив его обратно, сам он подошел к Хидру, алей-иссалям. Когда Муса, алей-иссалям, приблизился к Хидру, алей-иссалям, тот сказал, «Ассаламу, Алайка, о, Муса, сын Имрана, добро пожаловать». «Алайка, ассалям», — ответил Муса, алей-иссалям, и спросил, «Как ты узнал, что я Муса?» «А тебе мне дал знать тот, кто дал тебе знать обо мне», — последовал красивый ответ. Затем Хидр, алей-иссалям, спросил, чего желает гость. И Муса, алей-иссалям, ответил, что желает получить знание у него, и попросил разрешения остаться с ним. Хидр, алей-иссалям, сказал, «У тебя не хватит терпения быть со мной», и разъяснил, что он следует сокровенным знаниям, неведанным Мусе, алей-иссалям. Муса, алей-иссалям, пообещал учиться терпеливо и не возражать ему. Хидр, алей-иссалям, поставил условие, «Если ты решил остаться со мной и стать моим последователем, то не задавай мне никаких вопросов». С таким уговором они начали свой путь. По дороге они набрели на старое кладбище, где были черепа и кости умерших людей, глядя на которые пророки о многом задумались. Хидр, алей-иссалям, указал на семь черепов и сказал, что они были братьями, назвав имена каждого из них. Потом они и сами назвали свои имена и подробно рассказали о своей прошлой жизни. Увидев все это собственными глазами, пророк Муса, алей-иссалям, очень удивился необычайным познанием Хидра, алей-иссалям. Затем они продолжили путь и дошли до берега моря. Там они увидели корабль, который вот-вот должен был тронуться в путь и попросили моряков взять их с собой. Вдруг прилетела птичка, и чирикая закружилась перед ними. Затем она обмакнула клюв в воду, встряхнулась и улетела. На некоторое время она исчезла из виду. Но затем снова прилетела и, так же, продолжая чирикать, стала порхать над ними. Хидр, алей-иссалям, спросил Мусу, алей-иссалям, знает ли он, о чем говорит эта птичка. Муса, алей-иссалям, исходя из своих явных знаний, ответил, что не знает. Хидр, алей-иссалям, наделенный Аллахом сокровенными знаниями, пояснил Мусе, алей-иссалям, «Птица говорит, знания, которые дал вам Аллах, намного меньше капельки, которая остается на моем клюве после того, как я обмакну его в воду». Услышав это, Муса, алей-иссалям, удивился еще больше. Когда корабль оказался на середине моря, Хидр, алей-иссалям, не промолвив ни слова, сделал небольшую дыру в днище нового корабля. Муса, алей-иссалям, не смог спокойно наблюдать за этим, не понимая скрытого значения этого поступка. «Они были очень добры к нам, бесплатно взяли нас с собой. Разве можно было делать дыру в корабле?» спросил он Хидра, алей-иссалям. Мусе, алей-иссалям, не понравился этот поступок, так как он не соответствовал его шариату, согласно которому нельзя причинять вред другому. «Я же предупреждал, что у тебя не хватит терпения и выдержки путешествовать со мной», ответил Хидр, алей-иссалям. Муса, алей-иссалям, извинился, сказав, что он просто забыл о своем обещании молчать и не задавать лишних вопросов, и заверил, что это больше не повторится. Вскоре корабль доплыл до берега, Хидр, алей-иссалям, и Муса, алей-иссалям, сошли с него и отправились дальше. По дороге они встретили детей, игравших на улице. Хидр, алей-иссалям, убил одного из них, который был внешне очень хорош собой. «Зачем же ты убил совершенно невинного мальчика?» Возмутился Муса, алей-иссалям, как и в прошлый раз. Хидр, алей-иссалям, опять напомнил ему о договоре. На что Муса, алей-иссалям, ответил, «Если я задам еще один вопрос, то не оставляй меня с собой». Пошли они дальше и остановились в одном селении, но там все отказали им в гостеприимстве. Проходя через село, они увидели, что в одном доме разваливается стена. Хидр, алей-иссалям, стал поправлять эту стену. Увидев это, Муса, алей-иссалям, упрекнул его, «Если бы ты хоть просил за это деньги». После того, как Муса, алей-иссалям, не сдержался и в третий раз, Хидр, алей-иссалям, сказал ему, «Теперь мы должны расстаться». Напоследок он объяснил мудрость своих деяний, которые внешне не соответствовали шариату, и пояснил, что он сделал все это, следуя сокровенным знаниям, полученным от Всевышнего. Что касается корабля, то он принадлежал сиротам, на нем перевозили людей, а деньги получали дети-сироты. Это был новый комфортабельный корабль, который ни разу не чинили. Узнав о приказе царя отбирать новые суда, Хидр, алей-иссалям, решил спасти корабль. После того, как он проделал дырку в днище, путь им преградила быстроходная лодка царя. Люди с нее поднялись на корабль и сказали «По приказу царя мы забираем все новые суда». Они начали внимательно осматривать корабль и обнаружили изъян, то самое место, которое повредил Хидр, алей-иссалям. Увидев это, они покинули судно. Далее, для разъяснения мудрости убийство того мальчика. Продолжение следует. Текст озвучил Руслан Алиев. Монтаж Мухаммад Мухаммадов. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мухаммад 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 М